Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Махти и я приветствую всех любящих Слово Божье. Давайте подводить итоги седьмого урока нашей большой темы о трехангельской вести. Наш урок назывался «Поклонение Творцу» и памятный текст был взят из книги Откровения 4.11. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Итак, мы с вами рассуждали о том, какие причины есть для поклонения Богу, и мы выделили такие три основные и главные причины. Первая – Бог-Создатель, Творец всего сущего, видимого, невидимого, Вселенной и всего, что мы видим вокруг себя и нас самих. Бог-Творец. Вторая причина для поклонения Богу – это то, что Он является попечителем, хранителем, заботливым Отцом для каждого из нас. И третья причина в том, что Бог является искупителем, Он выкупил нас из власти, смерти и греха, и Он искупил всю Вселенную, Он решил проблему греха во всей Вселенной, и это стоило Ему очень дорогой цены. Но здесь очень важно понимать, что Бог является не просто Творцом Вселенной, Он является твоим родителем. Бог не просто поддерживает мироздание в рабочем состоянии, Он печется лично о тебе. Он не просто искупитель всего мира и всей Вселенной, но Он твой личный Спаситель. Это очень важно, чтобы мы понимали это. Именно это осознание рождает в нас истинное поклонение. Он безграничный Бог-Творец, Он заботливый Бог-Отец и Он любящий Бог-Примиритель. Поклонение Богу вообще, если рассуждать на эту тему, создает правильный ориентир в жизни человека, такой вектор, компас нашей жизни. Вообще, если посмотреть на мир вокруг нас, на людей, то кто-то ставит в центр своей жизни семью, кто-то личные достижения, приобретения, кто-то здоровье, кто-то развлечения и удовольствия. У кого-то в жизни вообще нет центра, полная такая разбалансировка личности. Эти люди просто плывут по течению жизни и заплывают в самые непредсказуемые состояния. Когда Бог в центре, тогда вся жизнь приобретает такой целостный каркас. И разные сферы жизни приобретают баланс. Когда Бог в центре, то поддержание здоровья, например, потому что это важно для Бога. Семья, как ее видит Бог. Профессиональный рост и успех для Божьей славы. Взаимоотношения, только те и такие, какие благословлены Богом. Отдых и удовольствие, одобряемые Богом. И вот таким образом жизнь приходит в баланс. И наступает гармония, когда в центре Бог. Поразмыслите над этим, подумайте, посмотрите, есть ли в вашей жизни этот баланс. Проистекают ли все сферы вашей жизни из ваших отношений с Богом. Какова практическая ценность вот этого урока, который мы с вами рассматривали. Давайте посмотрим на несколько моментов. Первое. Подумайте, как практически меняется жизнь человека, если принять точку зрения эволюции. Как изменяется наше отношение к себе, наше отношение к окружающей природе, к другим людям. Как это влияет на институт семьи, если принять точку зрения эволюции. Второй момент. Как изменяется мышление и жизнь человека, когда он осознает, что он не одинок в этой жизни. Что у него есть заботливый отец, попечитель. Тот, кто знает и контролирует все обстоятельства его жизни. Как это влияет на приоритеты, на принимаемые решения, на способность испытывать радость и счастье от жизни. Вообще задумайтесь, за все ли вы благодарите Бога? Благодарите ли вы его, когда заболели? Когда вы понесли утрату? Когда столкнулись с проблемой? Когда пережили падение? А как насчет ситуации, когда все складывается удачно? Склонны ли вы славить Бога и благодарить Бога? Когда все получается? Когда приходят добрые вести? Благодарите ли вы Бога? Вообще склонны ли вы благодарить и славить Бога вообще в течение жизни? В разных ситуациях. Вот таким образом вы можете проверить себя, находится ли Бог в самом центре вашей жизни. И третий аспект, который хотелось бы затронуть, это понятие искупления. Искупление связано с понятием о грехе. И вот это интересный вопрос. Чем отличается человек, который осознал свои грехи, пережил покаяние и примирение с Богом? Как меняется мышление человека, когда он проходит такие процессы? И что для вас лично означает Голгофский крест Христа? Было ли у вас личное переживание в связи с тем, что вы осознали, что Иисус умер за вас? Подумайте об этом и в классе будет интересно, если вы поделитесь этим со своими братьями и сестрами. Для поклонения Богу есть очень веские причины. Давайте подведем итог. Важно эти причины осмысливать. Осмысливать так, как это делали псалмопевцы, пророки, авторы Библии. Вот несколько примеров. Псалом 138. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Это веская причина для того, чтобы славить Бога. Правда? 117-й псалом. Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Тоже еще одна веская причина, важная причина для того, чтобы поклоняться Богу, славить, восхвалять и прославлять. Исайя пишет в 12-й главе. «И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». Еще одна очень важная веская причина для поклонения Богу. Итак, Бог как попечитель, утешитель наш, Бог как наш спаситель и Бог как наш создатель, творец. Это главные, веские, важные причины для того, чтобы жить жизнью прославления, восхваления и поклонения Богу. Важно находить во всем поводы для хвалы и для прославления. И тогда это поклонение становится конкретным, содержательным, неформальным и живым. Пусть Бог благословит вас. Жить жизнью постоянной хвалы Богу и радости в сердце от осознания, что у вас есть Отец, есть попечитель, есть спаситель. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы поклоняемся Тебе за то, что Ты создал весь этот мир, за то, как мы устроены и как устроено все вокруг нас с мудростью и любовью. Господь, мы благодарны Тебе за постоянную заботу и помощь в нашей жизни. Мы славим Тебя за то спасение и вечную жизнь, которую Ты подарил нам через Иисуса Христа. Это Твой дар. Но какой же ценой Тебе дался этот дар? Господи, мы восхищаемся Тобой и славим Тебя, Отец наш Небесный. Хвала Тебе, да будет вечная. Наш Создатель, Отец и Искупитель. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, что вы продолжаете изучать Священное Писание вместе с нами. И хочется задать вам такой вопрос для размышления. Может быть, вы поделитесь в комментариях. Поделитесь вашими мыслями, опытом. Какие у вас есть свои причины для поклонения Богу? Будет интересно прочитать и вместе с вами прославить Бога. Ну а мы прощаемся с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok